И все же остается вопрос, что появится в России быстрее? Беспилотный автомобиль или хорошие дороги по всей стране? Ответ, увы, не очевиден. Тем более, что в стране пятая часть дорог вообще невидима. То есть 20% дорожной сети России никому не принадлежит. И как выяснилось, это не только дороги не имеют хозяев. 50% распределительных газопроводов нигде не числится. В зависимости от региона от 30 до 70% меток, с помощью которых ведется кадастровая оценка и размежевание земельных участков, тоже ничейные. А еще есть ничьи кладбища. Масштабы бесхозных погостов просто шокируют. 85% из 600 тысяч. А есть еще и мосты, которые вообще не сосчитать. Получается целая невидимая инфраструктура. Как такое возможно в эпоху всеобщей цифровизации? Родион Мариничев попытался во всем разобраться. Это плита снизу, а это сверху. Этот мост жители деревни Подосинки ремонтировали за свой счет. Несколько лет назад он рухнул. Тогда едва не погиб водитель грузовика. 400 человек оказались отрезанными от цивилизации. Четыре плиты привезли, наняли технику, перекинули с одного берега на другой, сверху забетонировали. Мост признан опасным. 40 лет назад его построил местный колхоз. После того, как он разорился, переправа стала ничейной. По документам ее нет. Местные власти ремонтировать отказываются. Нецелевое расходование денег. Людям предлагают ездить другим путем. Но он длиннее на 20 километров. До цивилизации у нас здесь всего 4 километра. Люди по этому мосту добираются на работу, учиться, в больнице, куда угодно, по всем своим нуждам. Переправа, которая никому не принадлежит, для России история довольно типичная. Еще одну такую мы нашли в подмосковных Луховицах. Вот этот мост еще в советские времена возводил местный машиностроительный завод по просьбе своих сотрудников, которые до сих пор ходят по нему на работу. При этом мост никогда не числился ни на балансе завода, ни на балансе местной администрации. Так что по документам это типичный самострой. Но за несколько десятилетий мост пришел в негодность. Вот, как видите, по нему небезопасно ходить. Ну а так как хозяина у него тоже нет, то и ремонтировать его некому. Но именно поэтому недавно местная администрация и приняла решение его снести. Мы делали запрос и, так сказать, сметный расчет вставлял где-то порядка более полутора миллионов денег, чтобы его восстановить. Поэтому было принято решение, так сказать, главу администрации сделать вот тротуар, который у нас здесь вот находится. Но люди говорят, ходить здесь не так удобно, как кажется. Здесь, кстати, очень опасная зона, где спуск. И поэтому водители, которые едут сверху, не будут видеть вот этих пешеходов. И тут постоянно будет ДТП. Слово снос кого-то, видимо, так разозлило, что плакат с постановлением уже успели порвать. Бывшая заводчанка Галина много лет ходила здесь на работу. Теперь на огород. Миллионные расходы на ремонт моста не верят. Что стоит вот этот лес снять и приварить новый? Что? С чиновниками бесполезно разговаривать. Они мне точно таким же казенным языком ответят, чтобы я куда-нибудь шла. Я не буду знать, куда идти. Составить реестр брошенных объектов во всей стране попадались эксперты из московского фонда «Хамовники». На карте России они выделили 59 регионов, в которых больше всего ничейной инфраструктуры. От Подмосковья до Сахалина. Для таких объектов даже слово специальное есть. Безхозяйные. Чаще всего это дороги и их части, мосты, железнодорожные переезды, придомовые проезды. А еще водопроводы и водонапорные башни, газопроводы, электросети, памятники и кладбища. Сейчас по некоторым типам бесхозяйных объектов проходит инвентаризация. То есть отдельные муниципальные образования решают, что им необходимо составить полные перечень их объектов для их легализации. Именно этим занялись власти Московской области. Недавно признали. В регионе более трех тысяч дорог, за которые некому отвечать. Город Подольск, улица Кольцевая, до административной границы Москвы меньше километров. Когда-то эта дорога была в ведении местного завода, но несколько лет назад он разорился. И с тех пор у дороги нет хозяина. И это сразу видно. Подошла к дворнику, говорю, ну что ж вы тут посыпали песком? Здесь-то, это не наша территория. Это не их территория, это не их территория, а чья территория? Едет здесь невозможно. А очень часто даже были страховые случаи. Вот именно на этом участке. Потому что большие машины стараются объезжать и задевают маленькие машины. Нечаянные дороги – это чаще всего побочный эффект реформы местного самоуправления. Точка отсчета – 2003 год. Принятие 131-го федерального закона. Раньше за дороги отвечало муниципальное образование уровня поселения. Сейчас по 131-му федеральному закону о разграничении полномочий за дороги отвечает район и только городские поселения. И передача имущества с уровень на уровень публичной власти приводила к тому, что какая-то часть дорог потерялась. Вернуть хозяев всем подмосковным дорогам региональные власти обещают в ближайшие два года. После этого на их содержание из бюджета придется ежегодно тратить дополнительно 400 миллионов рублей. Именно из-за лишних расходов муниципалитеты порой сознательно не замечают бесхозное имущество. К примеру, в стране тысячи километров ничейных электросетей. Наследие советского народного хозяйства, которое не прошло приватизацию. Сети приватизировать было нельзя. То есть в частные руки сети оставались. Но и муниципалитеты совершенно не горели желанием принимать эти сети. Хотя они обязаны были принять эти сети по соответствующему постановлению правительства. Вот один из таких ничейных подземных кабелей на очередном ничейном мосту. Нижний Новгород. Кто хозяин этого сооружения и сегодня никого бы не волновало, если бы летом мост неожиданно не рухнул. Поскольку там была аварийная ситуация, был разработан проект. Проект сегодня утвержден. И через определенные юридические процедуры администрация города сейчас будет принимать на свой баланс. Отдельная история с кладбищами. По данным фонда Хамовники, безхозяинами можно назвать абсолютное большинство, едва ли не 90% захоронений, включая сельские погосты. В советское время никто не требовал оформлять кладбище отдельно. Выделять участок, отмежевывать его и так далее. И в процессе постсоветских трансформаций такая инфраструктура часто попадала на чужую территорию. На лесной фонд. Попали на земли сельскохозяйственного назначения. Именно нелегальность и безхозяйность кладбищ причины многих проблем в сфере ритуальных услуг. Это, конечно же, санитарные проблемы. То есть, когда могила копается на недостаточную глубину, когда они находятся хаотично. То есть, они не имеют четко закрепленного участка. Судя по данным Минстроя, который курирует эту отрасль, кладбище все же понемногу обретают хозяев. Если в 2014-м в России была зарегистрирована 71 тысяча кладбищ, то в прошлом уже на 10 тысяч больше. Но приватизация брошенной инфраструктуры может занять много лет. Ведь ничейное имущество, которое сегодня удалось выявить, лишь верхушка айсберга. Родион Мариничев, Александр Зазуля, Александр Ширяев, Сергей Бондаренко, Эдуард Абандинский и Ярославна Фролова. Программа «Вместе». Россия. Россия.